Словения стала на полгода страной-председателем Евросоюза. Но большую тревогу вызывает у Брюсселя политика Любляны в сфере средств массовой информации, которая может распространиться и на другие столицы, прежде всего в восточноевропейские. В интервью Евроньюз журналисты сетовали на ограничение свободы прессы, давление со стороны властей и ухудшение условий работы. С начала года лишилось государственного финансирования славянское агентство печати. Его сотрудник Михаил Шустаршич опасается увольнения. «10% наших коллег уже покинули агентство из-за этой нестабильной ситуации. А мы остались здесь, чтобы бороться за наше право на автономию и чтобы стать независимыми». Так проходит месяц за месяцем, а мы не знаем, сможем ли мы работать или нет. Премьер-министр Словении Янас Янша подвергает в соцсетях личным нападкам журналистов, которые считают, что он пытается опорочить их профессию. Янша издевается над людьми в Твиттере. Своими оскорбительными постами он пытается заставить нас замолчать, чтобы у нас не хватило спелости говорить правду о событиях в Словении и в мире. Национальная коалиция средств массовой информации и правозащитных организаций заявили в докладе, что положение в сфере свободы прессы ухудшалось за все периоды правления нынешнего премьера, особенно после его возвращения к власти в марте 2020 года. В обращении со СМИ в своей стране Янас Янша идёт по стопам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так считает Роберт Махорич, сотрудник-радиостудент. Это крупнейшая и старейшая независимая радиостанция в Европе, которая обращается в основном к молодёжи. Я думаю, что Янша ускоренным темпом проводит в медиаландшафте Словении орбанизацию. Лишаются поддержки редакции студии, которые критикуют работу правительства каким бы то ни было образом. Непокорные СМИ могут лишиться не только будущих, но и прежних субсидий. Правительство Словении сообщило Евроньюз, что оно вправе на законных основаниях потребовать от славянского агентства печати возврата уже переведённых сумм, если агентство не предоставит документы о своих финансовых операциях, необходимые правительству для отчётности. Это не произошло, и управление связи просто выполнило положение контракта. Словенское агентство печати отрицает, что оно отказалось передать правительству требуемые документы. Этот спор может затруднить контакты с руководством Евросоюза, которое зачастило в Любляну.